Беседа 80, Матфея 26, 6 Когда же Иисус был в Ифании, в доме Симона Прокаженного присутили к Нему женщины с салавастровым сосудом мира драгоценного, и возливала Ему возлежащему на голову. Жена эта, по-видимому, есть одна и та же у всех евангелистов. В действительности же не так, но у трех евангелистов, мне кажется, говорится об одной и той же. У Иоанна же, а другой, некоторой чудной жене, сестре Лазаря, не без цели в английском, упомянул и о проказе Симона, но для того, чтобы показать, почему жена с зерновением приступила к Иисусу, так как проказа считалась болезнью крайне нечистой и гнусной, а между тем она видела, что Иисус исцелил человека, иначе он не захотел бы остаться у прокаженного, и возлежал у него. То она возымела надежду, что Иисус легко очистит и душевную ее нечистоту. Не без причины та же евангелист упомянул и о городе Вифании. Но для того, чтобы ты знал, что Христос добровольно идет на страдания. Прежде он удаляется от иудеев, теперь же, когда особенно воспламенилась их ненависть, он проходит близ их на расстоянии стадий пятнадцати. Таким образом, и прежнее удаление его было делом домостроительства. Итак, жена, увидев его и получив вследствие этого дерзновения, приступила к нему. Если жена кровоточивая и не сознававшая ничего подобного, так как нечистота ее была от природы, со страхом и трепетом приступила, то тем больше страх и стыд надлежало иметь этой жене по причине нечистоты ее совести. Поэтому и приступает она после жены Самарианской, Хананейской, Кровоточивой и других весьма многих жен, так как сознавала в себе великую нечистоту и приступает не всенародно, но в доме. И в то время как все прочие жены приходили только за получением исцеления телесного, она пришла исключительно за тем, чтобы воздать честь Иисусу и получить душевное исцеление. Она не имела никакого повреждения в теле, потому особенно всякий должен ей удивляться. И не как простому человеку подходит она к Иисусу, иначе не отерла бы своими волосами ног его, но как к такому лицу, которое выше человека. Поэтому принесла к ногам Христовым главу свою, часть тела, которая драгоценнее всего тела. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевся, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Откуда родилась в учениках эта мысль? Они слышали, как учитель говорил «милость и хочу, а не жертвы», и порицал иудеев за то, что они оставляли важнейший суд, милость и веру. Как на горе рассуждал с ними о милостыне, из всего это выводили заключения, рассуждали друг с другом. И если он не допускает всесожжений и древнего богослужения, то тем не менее допустит помазания елеем. Но так думали ученики. Иисус же, видя мысли жены, попускает ей приблизиться. И так как благословение ее было велико и усердие невыразимо, то он по величайшему снисхождению своему позволил ей излить мира и на главу свою. Если он не отказался садиться человеком, быть носимым во чреве, питаться молоком, то чему удивляться, если этого не отвергает-ка. Как отец его принимал курение и дым, так и он принял блудницу, одобряя, как я прежде сказал, ее расположение. Илеем Яков помазал столб в жертву Богу. Бытие 28.18. Илей приносим был в жертву. Левитом 24. Илеем помазуемы были и священники. 8.10. Но ученики, не зная мысли жены, неуместно укоряли ее. И в самом обвинении указали на щедрость жены. 9.11. Сказав, что это можно было бы продать за 300 динариев, они показали, сколько она истратила на мира, и какую обнаружила щедрость. Поэтому Христос и упрекает их, говоря, что вы труждаете жену, смущаете, и указывает далее причину, желая снова напомнить им о своем страдании. 10.11. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. 11.11. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие всей в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. 12.11. Ведь если как Христос предвозвещает ученикам из шести их к народам, и таким образом утешает их при мысли о смерти, указывая на то, что после крестной смерти откроется такая сила, что проповедь распространится повсюду. 12.11. Итак, какой несчастный будет противоречить столь очевидной истине? 13.11. Вот исполнилось то, что Христос предсказал. 14.11. И куда не пойдешь во вселенной, везде увидишь, что возвещает и об этой жене, хотя она не знаменита, не имела многих свидетелей, была не на зрелище, но в доме, и при том в доме некоего прокаженного, в присутствии одних только учеников Христовых. 14.11. 14.11. 15.11. 15.11. 16.11. 16.11. 16.12. 16.11. 17.12. 17.12. 17.13. 18.13. 18.15. были ученики, усердны к подаянию милостыни. Но для чего Христос не просто сказал «доброе дело сделало», а сказал прежде «что смущаете жену?» Для того, дабы они знали, что не надо требовать с самого начала высоких дел от немощных людей, поэтому-то он и рассматривает дело не просто, каково оно само по себе, но по отношению к лицу жены. Если бы он давал закон, то не упомянул бы о жене, но чтобы ты знал, что для нее это сказано с той целью, чтобы ученики не истребили возникающие ее веры, а еще более возбудили. Для этого он говорит в ушелкоменте слова «научая нас тому, чтобы мы принимали, одобряли и возводили к большему совершенству доброе дело, кем бы оно ни было сделано и каково бы оно ни было, и не требовали полного совершенства в самом его начале». Что Христос и Сам особенно желал этого видна из того, того, что он, не имевший где главу преклонить, повелел носить денежный ящик. Но теперь время не требовало исправления поступка, а только принятия его. Как прежде этого поступка жены, он не произнес бы такого мнения, если бы кто спросил его. Так и после того, как жена совершила его, он имеет в виду только то, чтобы она не приведена была в смущение порицанием учеников, но удалилась от него, сделавшись усерднее и лучше через служение ему. После возлияния Илея порицание их было уже неуместно. Так и ты, если увидишь, что кто-нибудь сделал и приносит священные сосуды или заботится о другом каком-нибудь украшении церковном, касающемся стен и пола, не позволяй продавать или истреблять то, что сделано, чтобы не ослабить его усердие. Если же кто, прежде чем сделать, скажет тебе о своем намерении, то вели раздать нищим, так как и сам Иисус сделал это для того, чтобы не ослабить усердие жены, и все, что не говорит, говорит в утешении ее. Далее, когда сказал, погребение мне сделало, то чтобы не показалось, что он приводит в смущение жену, упомянув о таком предмете, то есть гробе и смерти, смотри, так опять укрепляет ее, говоря, во всем мире будет говорено, что она сделана. Это служило и для учеников увещанием, и для жены утешением и похвалою. Все, говорит, он прославит ее впоследствии, и теперь она предвозвестила страдания, принесшие необходимое для погребения, поэтому никто пусть не порицает ее. Я настолько далек от того, чтобы осуждать ее, как бы за худой поступок, или укорять, как бы за неправое дело, что даже и не попущу остаться в неизвестности случившемуся, и сделаю то, что мир узнает о поступке совершенном в доме и в тайне, так как этот поступок происходил от благоговейной мысли, теплой веры и сокрушенного сердца. Но для чего Христос обещал жене не духовное что-нибудь, а всегдашнюю о ней память? Для того, чтобы через это вселить в ней надежду на получение духовных благ, если она сделала доброе дело, то, очевидно, и получит достойную награду. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему тридцать серебряников. Тогда, когда же, когда Христос говорил это, когда сказал на погребение, Иуда не тронулся этим и не убоялся. Когда услышал, что Евангелие будет проповедано повсюду, а сказание заключало в себе невыразимую силу, тогда как жены и жены-блудницы оказывали такую честь Иисусу, он совершал дьявольское дело. Почему же евангелисты говорят о его именовании? Потому что был другой Иуда. Без опасения они говорят и то, что Иуда был из числа двенадцати. Таким образом, они не скрывают ничего, что кажется постыдным. Можно было бы сказать просто, был некто из учеников Христовых, потому что были и другие. Теперь же они прибавляют из двенадцати, и как бы говорят, из первого лика, из числа лучших избранных учеников, которые были с Петром и Иоанном. Они стараются об одной только истине, о том, чтобы не утаить событий. Поэтому умалчивает о многих знамениях, но не скрывает ничего такого, что кажется постыдным, и смело возвещает о том, хотя бы это было слово или дело, или что другое. Восемсот пять. И не только первые три евангелиста повествуют об этом, но и сам Иоанн, возвещающий высочайшие тайны. Он более всех говорит о поношениях и поруганиях, претерпенных Иисусом. И смотри, как велика злоба Юды, когда он произвольно приступает к предательству, когда делает это из-за денег и притом денег столь незначительных. Лука говорит, что он имел совещание с своими начальниками. По причине возмущения иудеи времляне поставляли над ними своих начальников, которые наблюдали за порядком, потому что власть уже была отнята у иудеев по пророчеству. Пришедший к этим начальникам, Иуда сказал, что вы дадите мне, я вам предам его. И с того времени он искал удобного случая предать его, так как он боялся народа и хотел взять Иисуса наедине. О, безумие! Как ослепило его совершенно сребролюбие! Несмотря на то, что часто видел, как Иисус проходил среди толпы и не был удерживаем, как являл многие доказательства своего божества и силы, Иуда думал удержать его, и несмотря на то, что Иисус столько раз повторял ему и страшные, и кроткие слова, чтобы разрушить злой его умысел, даже на вечере не переставал заботиться о нем, но до последнего дня беседовал с ним об этом. Но Иуда не получил никакой пользы, несмотря, однако, на все это, Господь не переставал совершать свое дело. Зная это, и мы неопустительно должны делать все для заблуждающих и беспечных, увещевать их, учить, утешать, умолять, подавать им советы, хотя бы от этого не получили мы никакой пользы. И Христос предвидел, что предатель не исправится, однако не переставал со своей стороны заботиться о нем, увещевать его, угрожать ему, соболезновать о нем, не открыто и явно, но сокровенно. Самое же время предания даже попустило благоузать себя, но все это для Иуды было бесполезно. Вот какое великое зло сребролюбие. Оно именно сделало Иуду и светотатцем, и предателем. Услышьте все сребролюбцы, страждущие болезнью Иуды, услышьте и берегитесь этой страсти. Если тот, кто находился со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в такую бездну от того, что не был свободен от этой болезни, то тем более вы, не слышавшие даже Писание и всегда прилипляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены этой страстью, если не будете прилагать непрестанного попечения. Иуды ежедневно находился с тем, кто не имел где легко победить его. Это не есть похоть врожденная, как то доказывает, освободившиеся от нее. Естественные влечения всем общие. А эта похоть происходит от одного нерадения. От него рождается, от него возрастает, и когда уловит пристрастных к ней, заставляет их жить противоестественно. В самом деле, когда они не признают единоплеменников, друзей, братьев, сродников, словом всех, а с ними вместе не знают и самих себя, то не значит ли это жить противоестественно? Отсюда ясно, что противоестественные злоба и болезнь сребролюбия, подвергшись которой Иуда сделался предателем. Как же он сделался предателем, спросишь ты, когда призван Христом? Бог, призывая к себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия воли тех, которые не желают избрать добродетели, но увещевает, подает советы, все делает и всячески старается, чтобы побудить их сделать добрыми. Если же некоторые противятся этому, он не принуждает. Если ты хочешь узнать, от чего Иуда сделался таким, то найдешь, что он погиб от сребролюбия. От чего же, спросишь, он уловлен этой страстью? От того, что был беспечен, от беспечности происходят такие перемены, тогда как от ревности происходят перемены противоположные. Сколько в самом деле таких, которые были жестокими, а теперь кротче овец? Сколько таких, которые сперва были сладострастными, а после сделались целомудренными? Сколько таких, которые прежде были сребролюбцами, а теперь отвергли свое собственное имущество? Совершенно противное случалось от беспечности. Так Гиезий жил со святым мужем и сделался нечестивым от болезни и серебролюбия. Поистине, серебролюбие ужаснейшее из всех страстей. Отсюда расхитители гробниц, отсюда убийцы, отсюда войны и битвы, отсюда всякое зло, какое бы ты ни назвал. И подобный человек везде бывает бесполезен, случится ли ему начальствовать над войском или управлять народом. И он бывает таким же, только в делах общественных. Не только в делах общественных, но даже и в частных. Вознамерится ли жениться, не возьмет добродетельной жены, а возьмет ту, которая всех хуже. Вздумает ли купить дом, покупает не такой, какой приличен благородному, но такой, который может принести ему большой доход. Захочет ли который может купить рабов или что другое? Купить самое худое. Но что я говорю о его начальстве над войском и народом, о его хозяйстве? Если даже он будет царем, то будет несчастнейшим из всех, погибелью для вселенной, беднейшим из всех. Его состояние будет подобно состоянию какого-нибудь простолюдина. Он не будет благо всех почитать своими, но будет считать себя отдельным от всех и, похищая благо у всех, станет думать, что он имеет менее всех. Измеряя настоящее благо желанием будущих, еще не приобретенных благ, он будет считать первое ничтожными в сравнении с последними. 807. Поэтому-то некто сказал, нет ничего беззаконнее сребролюбивого. Действительно, такой человек и сам себя продает и делается общим врагом вселенной. Когда вскорбит, что земля не приносит золота вместо колосьев и что вместо рудников существуют источники, вместо драгоценных камней – горы, с негодованием смотрит он на подородье, печалится при виде общего блага, отвращается от всякого дела, через которое нельзя приобретать денег. Все терпит, когда можно ему получить хотя две малые монеты. ненавидит всех бедных и богатых, бедных из-за того, как бы они не пришли к нему когда-нибудь просить милостыню, богатых за то, что он не имеет их богатства. Он думает, что все завладели его имуществом и как бы всеми обижаемы, негодует на всех. Он не знает довольства и насыщения, он самый несчастнейший из всех. Наоборот, свободный от всего этого и любящий истинный мудрость, счастливее всех. Добродетель не будет ли он рабом или пленником, блаженнее всех. Никто не сделает ему зла, хотя бы со всей вселенной стеклись все с оружием и войсками и стали воевать против него. Негодный же и злой человек и такой, какого мы описали, хотя бы был царем и украшен бесчисленными венцами, может потерпеть от всякого величайшее несчастье. Так бессильна злоба, так сильна добродетель. Что же ты печалишься, находясь в бедности? Для чего рыдаешь в праздник? Это время, время празднества. Для чего проливаешь слезы? Бедность составляет для тебя торжество, если только ты благоразумен. Для чего горько плачешь, дитя? Подлинно. Такого должно назвать дитятие. Бил ли кто тебя, что же, он сделал тебя через это терпелири? Отнял ли кто у тебя деньги? Отнял излишнее бремя. Лишил ли славы? Опять ты говоришь мне о другом виде свободы. Послушай, как об этом рассуждают язычники. Они говорят, ты ей не претерпел никакого несчастья, если только не присваиваешь его себе. Отнял ли кто у тебя большой и укрепленный оградами дом? Но вот перед тобой вся земля, общественные здания, употребляй их как хочешь, на увеселение или на пользу. Что приятней и прекрасней тверди небесной? До каких пор вам быть нищими и бедными? Нельзя быть богатым тому, кто не обогащает душу, равно как нельзя быть нищим тому, кто не беден душою. Если душа могущественнее тела, то ее не может привлечь слабейшее. Но она, будучи могущественна, привлекает к себе не столь могущественное и изменяет его. И сердце, когда получит какую-либо болезнь, то сообщает ее всему телу. Если бывает повреждено, то разрушает все тело. А если бывает здорово, то сообщает здоровье всему телу. Когда же поврежден какой-либо из прочих членов тела, а сердце бывает здорово, то оно легко истребляет повреждения и в прочих членах. Но чтобы сделать яснее то, что я говорю, скажи мне, какая польза в зеленых ветвях, когда засыхает корень? И какой вред от того, когда верхние листья засыхают, а корень здоров? Так и здесь. Нет никакой пользы в деньгах, когда бедна душа. И нет никакого вреда, когда душа богата. Как же, скажешь ты, душа может быть богата, будучи бедна деньгами? Тогда-то особенно и может быть богата, потому что она в то время обыкновенно и богатеет. Если, как мы часто говорили, признаком богатого служит то, что он презирает деньги и ни в чем не нуждается, а бедного напротив то, что он нуждается. Если легче презирать деньги в бедности, нежели в богатстве, то очевидно, что бедность особенно делает богатым. Всякому известно, что богатый более желает богатства, нежели бедный. Подобно тому, как человек, упившийся вином, чувствует сильнейшую жажду, чем тот, кто пил с умеренностью. Похоть не такова, чтобы могла быть погашена большим удовлетворением ее, но, напротив, от этого она еще более воспламеняется. Как огонь, чем более получает пищи, тем более свирепствует, так и пристрастие к богатству. Чем более получает золото, тем более усиливается. Итак, если желание большего есть признак бедности, а богатый желает большего, то богатый весьма беден. Видишь ли, что душа тогда особенно бывает бедна, когда обогащается, и тогда бывает богата, когда бедна. Если хочешь, чтобы я объяснил это примером, то представь двух человек, из которых один имеет десять тысяч талантов, а другой десять, и отнимем у обоих эти таланты, которые из них будет более сожалеть, тот, который лишился десяти тысяч. Но он не стал бы более сожалеть, если бы не любил их более. Если же он любит более, то более и желает. Если же более желает, то более и беден. Мы более всего желаем того, в чем наиболее имеем нужду, так как от нужды происходит желание. Где же довольство? Там не может быть желание. Мы тогда особенно томимся жаждой, когда ощущаем нужду в питье. Все это сказано, но и для того, чтобы показать, что если мы будем бодрствовать, то никто не может сделать нам вреда, и что не от бедности, а от нас самих бывает нам вред. Поэтому умоляю вас всеми силами истреблять болезнь серебролюбия, чтобы нам и здесь соделаться богатыми и насладиться вечными благами, которых досподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.